Я хотел бы задать вам вопрос. Доверяете ли вы своему ноутбуку, своему телефону или умному телевизору, который стоит у вас дома? Я думаю, каждый присутствующий в зале понимает, что технологии все больше и больше проникают в нашу жизнь. Уже никого не удивить тем, что после работы мы можем включить на разогрев ИДУ в микроволновке. Что за нами повсюду следят камеры и анализируют наши действия. Что наши дети играют уже в умные игрушки, которые подключены к Wi-Fi, которые передают какие-то данные на различные сервера. Но переживаем ли мы об этих данных? Есть ли у нас страхи? А что если хакеры атакуют нашу страну и захватят наши онлайн-СМИ и государственные сайты? Кому мы должны верить? И чтобы эти страхи оставались страхами, для того, чтобы мы жили в какой-то уверенности в том, что нас не обманывают, в том, что за нами не следят. Каждое государство должно следить за своей гибербезопасностью. Должно взращивать своих хакеров, которые будут защищать свое государство. И Казахстан в этом не исключение. Давайте вернемся в настоящее. То есть вы все читаете новости. И последние заголовки так и пестрят о том, что США обвиняют Россию в киберагрессии. Что Китай уже поставил на поток промышленный киберспионаж. Что даже, скажем так, Северная Корея, которая, казалось бы, находится в изоляции технологического прогресса, уже говорят, что именно она произвела атаку в Анакрай, вы, наверное, многие об этом слышали, из-за которой мир понес миллиардные убытки. И я хочу рассказать вообще, кто такие хакеры, как они влияют на прогресс, почему Казахстан должен строить какую-то свою защиту, киберщит. И можем ли мы стать той страной правильных хакеров, где будем жить уверенно и чувствовать себя в безопасности. Давайте начнем с первого вопроса о том, кто такие хакеры. То есть мир у нас делится добро и зло, инь, янь, черное и белое. Так и в хакерском мире. То есть есть так называемые черные хакеры и белые хакеры. Но они немного называются по-другому. Это черные шляпы и белые шляпы. То есть черные шляпы – это те, кто занимаются хакерством ради какой-то своей выгоды. То есть там шантажом, ради воровства денег с ваших карточек, ради массовых атак и так далее. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались. Но так как есть черные хакеры, есть, естественно, и белые хакеры, белые шляпы. То есть это ребята, которые занимаются хакерством, знаете, ради какого-то самоутверждения, любопытства. То есть после того, как они находят уязвимость где-нибудь, они об этом сообщают владельцам систем. И обычно эти хакеры помогают странам строить свою защиту. Но помимо вот этих двух групп есть еще также и другие виды хакеров. То есть те же самые хактивисты. Вы, наверное, все слышали об анонимусах. То есть хактивисты – это те, кто взламывают ради какой-то своей идеи. То есть ради свободы слова, ради свободы интернета. Далее есть так называемые скрипткидис. То есть для вас это, может, незнакомое слово. Вы всех хакеров считаете, что это просто слово хакер. А скрипткидис – это те, кто сами не пишут вирусы, сами не разрабатывают рояны. Они просто берут, покупают на различных форумах, используют какие-то чужие наработки. Но именно они угоняют ваши социальные аккаунты в Инстаграме. Именно они шифруют ваши компьютеры. Именно они воруют у вас деньги. То есть, чтобы вы понимали, против вас действует еще низкоквалифицированная такая прослойка хакеров. То есть это еще не настоящие хакеры. Есть так называемые кибертеррористы. То есть это последний тренд. Это особенно актуально на Ближнем Востоке. Многие террористические ячейки спонсируют. То есть такие кибергруппировки имеют неограниченные бюджеты. И они взламывают ради какой-то своей идеи политической, религиозной. И Казахстан, к сожалению, не исключение. То есть мы каждый день фиксируем взломы. И эти хакеры подменяют главную страницу. И опубликуют там какие-то экстремистские призывы. То есть этим самым они распространяют свои идеи. И последний тип, про который мы сегодня проговорим, это на английском называется State Sponsored Hackers. Те же самые кибервойска, которые имеют неограниченные бюджеты и неограниченные возможности. Сейчас мы живем в то время, когда тот, кто контролирует киберпространство, будет и контролировать наш мир. И поэтому я сейчас хочу рассказать, как я вообще сам к этому пришел, почему увлекся хакерством. Все начинается с детства. То есть начинается с увлечения компьютерными играми, сидеть в интернете, как можно бесплатно это сделать. Далее уже идет интерес программирования. Как написать свою игру, как написать небольшую программку, чтобы различить ребят. Далее это плавно переходит все к олимпиадам. И после этого уже, мне кажется, идет та грань. То есть либо ты просто идешь по пути программиста, по пути системного администратора. Либо ты идешь более глубже. То есть тебе это любопытно. Тебе любопытно, как работает другая программа. Тебе любопытно, а что если здесь вставить другой параметр. Как думал другой разработчик. Как взломать компьютер своего школьного учителя и разместить какую-то некрасивую картинку. Скорее всего, пошлую. Это в детстве обычно размещали. И, скажем так, казалось бы, какие-то там безобидные такие шутки превращаются в какой-то заработок. И вот уже хакер становится одним из первых спамеров ВКонтакте. Потому что ВКонтакте тогда были слабые фильтры. И можно было спокойно распространять кучу сообщений. И вот ты уже взломал самого Павла Дурова, потому что они проверили код твоей игры. И, кстати, наверное, многие из вас играли в ферму ВКонтакте. Так вот, знаете, через вот такие популярные игры хакеры угоняли миллионы аккаунтов и читали миллионы переписок. Так что лучше чистить эти переписки, конечно. И ты хочешь уже перейти на следующую ступень. И ты со своим товарищем-слайдером запускаешь по Mail.ru там червяк, который дает тебе доступ к миллиону почтовых аккаунтов. И ты можешь читать это все любое. И да, у тебя приходят юношеские максимализмы. Ты чувствуешь себя богом. Ты понимаешь, что ты можешь что-то контролировать, какие-то там взаимодействовать от имени других людей с другими людьми и так далее. И как раз в этот момент и человек выбирает ту грань. То есть одно дело, ты занимаешься этим ради любопытства, ради какого-то самоутверждения, а потом сообщаешь об этом владельцу, об этой уязвимости, чтобы он исправил. Другое дело, когда ты переступаешь эту черту и становишься тем вот black hat, черной шляпой, когда ты начинаешь вымогать деньги, когда ты начинаешь воровать у этих людей деньги. И ты превращаешься, вот может быть вы слышали там слово carter. Это те, кто как раз снимают деньги с ваших карточек. И хакерство это в первую очередь любознательность. То есть а что если я сделаю так? А что если я сделаю не так, как программа была рассчитана? И на самом деле там первые хакеры это были не те, кто там взламывал исходный код. Это были первые хакеры, это были социальные инженеры. То есть они находили бреши в коммуникациях людей, в действиях людей. То есть делали так, чтобы он вам какую-то информацию сообщил. Это когда начиналось. Вот зара хакерства так и начиналось. И вот эти молодые люди, они в будущем и становятся, кто из белых хакерства, они становятся теми самыми кибервойсками, киберозащитниками, которые помогают своему государству построить безопасную инфраструктуру. И вот я на примере двух стран. Первая страна это Израиль. Все вы знаете, что у Израиля есть национальная идея, это безопасность. Но мало кто знает, что Израиль является одним из главных поставщиков кибероружия. То есть троянов, вирусов, системы перехвата для смс-ок и звонков ваших. То есть вы не успеете прилететь к ним в аэропорт, уже они мониторят все ваши соцсети, делают, с кем вы коммуницируете, есть ли вы в даркнете, есть ли ваши пароли в даркнете от вашей почты. То есть я видел эти системы, они стоят от миллиона долларов и они действительно впечатляют. То есть у них работают более ста исследователей, которые каждый день пробуют найти уязвимости в ваших телефонах, операционной системе. И помимо этого они также мониторят весь интернет на новые такие уязвимости, покупают их и добавляют их в свое кибероружие. То есть они понимают, что вот это вот кибератаки — это оружие будущего. Следующее я хотел бы рассказать про США. Все, наверное, слышали про утечку Wikileaks. Опубликовала была утечка кибероружия ANB и CRU. То есть это, наверное, был самый большой подарок для хакеров. Одни хакеры украли у других хакеров и опубликовали это в сети. И что здесь можно посмотреть интересно, то есть там было показано более 8000 документов, которые объясняют, как взломать то или иное. То есть вы можете увидеть там уязвимости Mac, Android. Вы все, наверное, доверяете своему антивирусу, но вы должны знать, вот вы видите посередину название всех популярных антивирусов, то есть они все обходятся. То есть тот же Ванакрай обходил антивирус. То есть хакеру не составит труда обойти ваш антивирус, поэтому не надейтесь на него. Еще что интересно, я же говорил вам, не боитесь ли вы, что за вами следит ваш телевизор. Вот в левом верхнем углу вы можете даже название марки телевизора увидеть, да, Samsung M80 Smart TV. И у них была инструкция о том, как можно с помощью выключенного даже телевизора, да, включить камеру, чтобы вы это не заметили и прослушивать все вокруг вашего пространства. Так что, девушки, будьте осторожны, когда полуголыми ходите, но нам это нравится. Вот в правом нижнем углу видите 2048, наверное, все в нее играли, да, я тоже в нее играл. Так вот, знаете, как бы спецслужбы разработали специальное такое подобие 2048, игры этой 2048, которые подменяли и которые получали доступ к вашему телефону. Вы понимаете, что если человек получит доступ к вашему телефону, это вся ваша переписка, все ваше местоположение, все, что вы делаете, то есть это вся ваша личная жизнь. Ну, это действительно, да, впечатляет. То есть потрачено миллиарды долларов на это, и вы видите, какой потенциал, и вот, я думаю, надеюсь, вы после этого так же станете параноиком, как и я. Кибератаки — это уже стали идеальным инструментом текущих войн, то есть они стремительные, эффективны своей разрушительностью, и, как правило, они вот, к сожалению, они анонимны, то есть вы не знаете, откуда прилетает атака. То есть хакеры как делают? Они могут поставить сервера в другой стране и атаковать через них. И сейчас уже кибероружие его приравнивают к оружию массового поражения, то есть ООН его приравнял к оружию массового поражения. Давайте перейдем теперь в Казахстан. Да, какая ситуация у нас? То есть вот у нас растет рейтинг электронного правительства, все мы используем EGov, KZ и так далее. У нас там строят стартап-инкубатор, у нас даже есть вице-премьер-министр, который отвечает за IT, в каждом министерстве есть курирующий. Да, вроде все хорошо, но как вы думаете, мы в безопасности? Абсолютно нет. Есть такой мировой рейтинг, называется индекс киберготовности. Его составляет Международный институт электросвязи и, к сожалению, мы в этом индексе на 83-м месте. То есть индекс показывает, готовы ли мы к кибератакам, либо не готовы. К сожалению, мы абсолютно не готовы. Я хочу вам сейчас показать два кейса, наши исследования, без технических деталей, чтобы вы сами оценили, какой уровень у нас киберзащиты. Два года назад мы на одной из наших конфиденций демонстрировали исследование. Это было практическое, то есть это не теоретически, это реально практические вещи. Мы показали с помощью эксперимента, как за пять минут можно отключить всю доменную зону gov.kz. То есть смотрите, у нас есть система, регистратор домена зоны gov.kz. Что это значит? Это система, которая управляет всеми адресами государственных учреждений, e-gov, суд, акиматы и так далее. То есть когда вы переходите по сайтам, вы видели gov.kz. Есть единая система. К сожалению, там была очень детская уязвимость, я не буду технические подробности вдаваться, через которую можно было за пять минут зайти в систему администрирования. То есть вот видите, мы под администратором. И здесь у меня всего лишь один клик отдаляет от того, чтобы я удалил домен gov.kz. То есть представляете, можно вот эти все около 600 доменов, если я не ошибаюсь, можно было их удалить. И чтобы это все восстановить, понадобилось наверное бы неделю. То есть у нас бы полный blackout был бы. То есть у нас бы таможня встала бы, суды бы, школы, больницы наверное встали, потому что все идет через электронное правительство. Второй кейс, вы может быть недавно слышали, это вот месяц назад был шум. Система документооборота. То есть мы об этом публиковали. То есть чтобы вы понимаете, система документооборота это система, которая проходит все приказы, все переписки государственных органов. То есть они используются в министерствах, в акиматах и так далее. И, к сожалению, там была уязвимость в том, что отправив просто девушке из службы поддержки определенное письмо, можно было получить доступ к системе администрирования и получить доступ ко всем документам казахстанских госорганов. И что самое печальное, нашел эту уязвимость наш сотрудник, который учится на втором курсе Алматинского университета. То есть это не какое-то там кибервойска, понимаете, это просто сотрудник. И он мог это продать на черном рынке. То есть он сказал нам и вот мы отрагировали. Так. Но все ли так плохо? То есть может ли Казахстан стать одного из мировых кибердержав? То есть у нас вот многие чиновники или айтишники говорят, что мы должны стать, как пойти по пути Индии, Китая, взращивать там тысячи программистов и делать все на аутсорс. Но давайте признаем, что мы не сможем соревноваться с миллионами программистов из Индии и Китая. То есть это довольно тяжело. У нас не такое большое население. Но что мы можем сделать? Мы можем взрастить своих собственных хакеров. И это не нужно так много. То есть это не нужно их делать миллион. Нам хватит хотя бы для поднятия этой отрасли хотя бы 100 человек. То есть 100 человек это хватит. То есть даже если посмотрите, у Индии там миллионы программистов, но на хакерском, скажем так, поле они довольно слабые. Мы как раз можем эту занять нишу. Тем более у нас в Казахстане есть хороший потенциал. То есть у нас хорошая математическая школа. У нас идет повсеместное развитие IT-отрасли. У нас такое бурное сейчас. Даже у нас академия киберспорта открылась. И вот на волне этого всего хайпа мы можем взрастить этих людей. И можете посмотреть на вот этот слайд. На этом фото одна из сильнейших хакерских команд Центральной Азии. Я хочу посоветов, что это наша команда. Мало из вас знает, но эта команда два года уже занимает первые места на международной хакерской конференции. Спасибо, что похлопали. То есть нас за рубежом больше знают, чем в Казахстане. Нас снимают HBO. И там проходит двухдневное соревнование. Там киберполигон, где имитация умного города, где там стоит атомная электростанция, там умные светофоры, интернет-банкинг. И более десяти хакерских команд со всего мира соревнуются между собой. И вот кто дальше продвинется. То есть говоря про потенциал, я вот говорю то, что у нас есть эти ребята. Их не так много. И как вы видите, это не те ботаники в очках толстых, как привыкли видеть хакеров. То есть это выглядит довольно симпатично, да? Но, к сожалению, этих людей мало. То есть даже вот и ребят хантят везде за рубеж. И они понимают, что они не уходят, потому что они понимают, что творят историю в Казахстане, потому что они пробуют сделать Казахстан одной из тех мировых кибердержав, двигая своими какими-то наработками, исследованиями, победами. Что мы должны делать? Мне нравится выражение, уважаемый мной Фуат Бэй, вот вы его знаете, который двигал олимпиадное программирование в Казахстане. Он всегда говорит, битва идет за одного человека. То есть мы должны искать тех кибергениев, которые с детства, со школы увлекаются хакерсом, и мы должны навести их на правильный путь. То есть мы не должны взращивать тысячи программистов, мы должны находить именно вот эти таланты, которые как раз найти новое поколение, которое заменит вот этих ребят, которых будет больше, которые займутся тем, что будут строить наш киберщит, потому что киберщит — это не фаерволы, это не сервера, это люди, это люди, которые будут это защищать. И хочу сказать, что мы не являемся ядерной державой. То есть у нас очень маленькое население, у нас очень маленькая армия. К счастью, мы не воюем с нашими соседями, у нас все миролюбило, но, к сожалению, кибератаки могут прилететь к нам с любого конца земного шара. И они уже идут, мы должны уже быть к этому готовы. И для того, чтобы мы жили спокойно, мы должны как раз находить этих людей, мы должны поддерживать этих людей, и они будут обеспечивать нашу безопасность. Спасибо. Спасибо.